МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девушка, конечная. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Простите, пожалуйста. Ну что, цветочки, всем доброе утро. Кто хочет пить? Я собираю апельсины. Одна минута. Что же вы, молодежь, все куда-то смотрите, о чем-то мечтаете. Все, бежите, бежите куда-то, и на людей не смотрите, хоть обращайте внимание немножко. Поаккуральнее, что ли, надо. Желаю вас, что творится, что творится, вот молодежь пошла, а. Симпатичный мужчина. Да, и почему мне на улице таки не встречаются? Вера! Ой, сейчас вытру. Куда это? Что это, Анна Ивановна? Это вот, человек умер, а наследники от книг избавляются. Хорошо хоть в библиотеку относят, а не просто мусор. Хранилище неси. О, ой, осторожно, осторожно, давай уберем, а то мы через эти коробки убьемся, убей. Ой, что-нибудь интересное-то есть? Сейчас посмотрим. Ой, алхимия, средневековые страсти. Скажи, как у тебя с немецким? Ну, институт. Значит, это коробка твоя. Дас бух десцаубера. Что? Книга чародея. Это что, сказки? Да вроде нет. Какие-то рецепты, формулы. Сейчас попробую перевести. Анна Ивановна, вы только послушайте, что здесь написано. Смотрите. Выпившее чудесное зелье человек может вернуть и заново прожить один день своей жизни. Ну вот, а говоришь, не сказки. Брось ты это все, иначе мы не управимся. Переведи только название и в иностранщину. Все. Иду. Ну, ходи уже. Ну, ходи, мы конфетки хотим. Да, вкусно. Сейчас. Тихо, не шуми, не делай. Мама, ну, давай уже. Дохожу я. Муточку. Алло. Добрый день. Добрый. А, Веру, позовите, пожалуйста. Да, сейчас. Это тебе. А? Да. Да. Алло. А, алло. Алло, Вер. А почему я до тебя дозвониться не могу? А, Нин, привет. Я просто здесь в подвале, наверное, сигнал не проходит. Ладно, все, я тогда быстро, чтобы не отвлекать. В морском гребешке столиков не было. Я заказала в сладком раю. Подожди, сегодня пятница? Ну, ты даешь. Конечно, сегодня вообще-то пятница. Вера, я тебя прошу, не смей придумывать отмазки. Я уже договорилась с Игорем. Он посидит с девчонками. И мы тоже очень хорошо посидим. И проведем время. А вот тебе и мат. Мы выиграли. Мама проиграла. Нин, я сегодня не смогу. Прости, никак не получится. Слышишь меня? Вер, я тут партию продула. Что, что, что ты говоришь? Куда ханфеты потащили? Зайки через все мишки мои. Короче, Вер, я тебя не слышу. Ровно в девять сладкий рай. Не опаздывай, хорошо? Я все сладкое хочу. Девчонки, а почему мой конь на полу валяется, а? Алло, Нин. Нин. А почему это ты не сможешь? Ну как вон работы сколько, Анна Ивановна? Да что? Это не к спеху. А витрину оформлять еще? Вы игрушки привезли? Я понимаю. Напомни мне, пожалуйста. Нина, это вот у которой муж и двое детей. Да, да. Значит, у нее для тебя нашлось время. А у тебя для нее и нет. Вы правы, неудобно получилось, конечно. Да, неудобно получилось. Ну вы, пожалуйста, книгу далеко не убирайте. Я хочу ее дочитать. Я положу тебе ее на стол сверху. Иди. Куда? Оформлять витрину. Ну, идите же на обе. Это ты проиграла, и ты будешь лить морковку, а мы конфеты. Да. Да что ты говоришь, а кто это у меня коня стащил? Так что шах и марки засчитывается, открываем рот. Каждый по морковке. Акция сельдерей в подарок. Нет. Сейчас я доберусь до вас. Сейчас. Да, Игореш, привет. Прости, я буквально на минуту выскочил позвонить. Мы выиграли в шахматы. Он нас поздравляет. Э, это мои конфеты. Шеф рвет и мечет. Боюсь, совещание затянется, я не вернусь домой раньше восьми. Игорь, ну я же уже договорилась с Верой. Прости, вернусь, как только отпустят. Ну хорошо. Все, давай, целую, пока. Отдай мои конфеты. Это мои конфеты. А ну давай, собирай. А ну не буду. Море волнуется три. Морская фигура на месте, замри. Замерли. Не двигаемся. А я сейчас позвоню тете Ларисе. Привет, как дела? Привет. Слушай, у меня все хорошо. А ты можешь сегодня посидеть с моими девчонками? Я Веру решила вечером в кафе затащить. Зачем? Для встречи. Какой встречи? Ну это не просто встреча. В общем, там будет Лева. Лева? Лар, ну брат мой двоюродный. У него нет девушки. И вообще он знакомиться не умеет. Поэтому вот я решила. Ну подожди, а Вера согласилась? Да ты что, она вообще не знает. Если бы я ей сказала, она бы не пошла. Лева, кстати, тоже. Это вообще должно быть все очень случайно. Но я там должна быть. Лар, посидишь? Ну во сколько тебе там нужно быть? Не позже девяти. Ну лучше раньше. Лар, если честно, лучше, если ты вообще приедешь прямо сейчас. Лариса, Лариса. Господи, Альберт, напугал меня. Ты что делаешь? Ну на что это похоже? Лар, Ларис, ну ты посидишь с девчонками. Ниночка, я тебе перезвоню. Мам. Мама. Отомри. Это же кресло, которое нам мама подарила. Да, это убогое, примитивное кресло, которое нам подарила твоя мама. Оно нуждается в доработке. Это хорошее кресло. И в нем удобно. Мама выбирала его с любовью. А, то есть вот это вот бежевое безобразие, это цвет материнской любви? Не надо наворачивать мои слова наизнанку. Ну что ты так переживаешь? Ничего с твоим креслом не случится. Оно превратится в милейший пуфик в прихожей. Я не хочу пуфик. Ты хоть раз меня спросила, нравится мне то, что ты делаешь, или я просто терплю? У тебя какие-то неприятности на работе, Альберт? Да меня зовут... Меня звали Андреем до того, как я тебя встретил. Но тебе же это имя слишком примитивно и просто, да? Если тебе что-то не нравится, об этом можно просто сказать. Зачем орать? Хорошо. Хорошо, давай поговорим спокойно. Давай поговорим спокойно, конечно. Почему на кухне опять ничем не пахнет? Чем тут должно пахнуть? Едой! Я тебе вчера оставил деньги на продукты. Я пришел с работы. Где мои котлеты? Ты прекрасно знаешь, я готовлюсь к ярмарке, и мне некогда заниматься едой. Это же так важно. Все эти фентифлюшки, все эти вазочки ручной работы. А эта тряпка, о которой я все время путаюсь, когда встаю в туалет. Альберт, это абажур! За этот абажур я получила приз длительских симпатий на фотоконкурсе. А за этот холодильник-то получил Оскар? У меня, по крайней мере, есть хобби. Ты приходишь с работы, ты валишься на диван и лежишь там, как бревно. Да с тобой уже поговорить не о чем. А что мне остается делать, если я нормальных людей вижу только в телевизоре, которые живут в нормальных квартирах? Вот как. То есть я ненормальная. Бертик, ну ты что, меня больше не любишь? Куда же все делать? Куда все ушло? Ведь все же было нормально. Ну неужели я очень многого прошу? Ну я хочу, чтобы в коридоре стояли обычные тапки, без хвостов и ушей, зайчих. Чтобы в ванной была обычная щетка, а не эта электродрель с таймером. Она отлично чистит. Это не она. Это другая щетка, обычная. И я ее прячу. Да как ты мог? И чтобы на кухне стоял обычный борщ. Ну неужели так сложно это сделать? Слушай, если ты голоден, в холодильнике всегда есть смузи из огурцов. Смузи? Ты куда? На Волю, к белым холодильникам. Это к маме что ли? Ну конечно, конечно же к маме. Ну давай, давай, иди. Пожалуйся ей там на меня. Привет передавай. Регине Семеновне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Простите, я не хотел вас напугать. Девушка, вы не так поняли. Я просто... Вы меня не так поняли. простить павел алексеевич а я вышел а вас нет библиотеку решили записаться да ну что ж ты делаешь ведь это же тот самый ты что к сегодня утром о нем вздыхала слушай ты говорил вечером где-то можно вкусно поесть это где да давайте вам покажу очень хорошее место заодно обсудим ставшиеся вопросы документы с собой с собой класс ну и зря может сама судьба тебе в окошко стучал это слишком хорошо чтобы быть правдой павел алексеевич извините давайте вы налево я направо давайте вы будете стоять на месте я вас сама обойду тетя вера привет 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 принцесса а вы уже сами познакомились да а мама говорила вы сами точно не сможешь что тетя вера и дядя лёву ваша женит надо вера это мой брат лёва лёва моя подруга вера не может я тоже ухожу всего хорошего приятно было столкнуться в такой непринужденный в общем чем дальше тем глупее я выгляжу я ухожу пока принцесса у меня кран на кухне потек соседей заливаю да лёва вообще-то это был секрет секрет а зачем же ты тогда тетя ларисе его рассказала все я пойду у меня тоже кран верочка ну если бы я тебе сразу сказал ты бы не пришла а лёва он он хороший он очень добрый вы вообще друг другу очень подходите ага тихо уже слушай если мне совсем другие нравятся шатен с голубыми глазами с ямочками на щеках и в синим костюм всем привет нашел твой записку на кухне так а что лёва опаздывает вер ты не переживай он хороший добрый так ладно все я пошла веселитесь без меня пока девчонки а я что-то не то сказал папочка а мы будем есть мороженое давайте ворвемся в это кафе и слопаем там все ага пойдем кондитерская я знал что ресторан заказал санитарный короче мне карбонару и самый лучший десерт вы готовы заказать сейчас сейчас дайте мне путь так все тихо минуту тишины пап я хочу себе такой же торт как у них два три Папочка, так мы закажем себе такой же торт, как у Ника? Вот уже тебе десять лет, тогда мы закажем тебе такой торт. А пока, Игорь, давайте, давайте, ребят, начинайте, подумайте, что пожелаете Полине. Игорь. Что ты будешь? А здесь водка есть. Ты же за рулем. Да. С тобой все в порядке? Так, а кто будет вишневый пирог с двумя, а лучше с тремя шариками мороженого? Я скажу, конечно. Шоколадная! Девушка, примите заказ. Вы заказывайте, я сейчас подойду. Так, ну это десерт, а что мы будем... Я буду Цезарь. Я тоже. Здравствуй, Наташа. Ты специально здесь стоишь? Это твоя дочь? Что тебе нужно? Если ей десять лет, то... Исчезни из моей жизни. У тебя это один раз прекрасно получилось. Пожалуйста, повтори этот фокус еще раз. Готова? Пойдем. Наташу. Забудь. Все в порядке? Да. Отлично. Да, Анна Ивановна. Алло. Вера, ты сидишь или стоишь? Я иду. А что случилось? Он пришел. Кто? Кто? Ну, мужчина, который стучал тебе в окно. Он снова в банке. Я его только что видела. Наверное, он там работает. Ну, Иван, вы что, серьезно? Предлагаете мне взять кредит, чтобы познакомиться? Вера. Вера, у меня пять внуков. А у тебя с такими темпами не будет ни одного. Ну, ладно, Анна Ивановна, мы увидимся. До встречи. Вера. Петушки ручной работы. Привет. Привет. А чего лицо такое кислое, с кем болтала? С работы звонили. Анна Ивановна, как всегда. Привет, Ниль. Привет. Как вечер провела? Наверное, книжку интересную читала. Ой, какие хорошенькие, но тяжелые. А где Альберт? Понятия не имею. В смысле? Он что, дом не ночевал? Почему ночевал? Пришел поздно ночью и лег в другой комнате. У вас что-то случилось? А мы не разговариваем. Да и зачем? Я так прекрасно знаю, где он был. Кресло спасал. За дачу его отвез. Или маме. Ему, видите ли, творчество ему не нравится. Ну, может, ему не нравится, что ты всю квартиру в свою мастерскую превратила? За мной. Всем нравится, кроме Бертика. Ну, ничего. Еще сам прощения попросит, как миленький. Больше одного дня ни разу еще не выдерживал. Девчонки, а давайте ко мне сегодня вечером заваримся, а? Давай ты сначала с Альбертом помиришься, а? Не-не-не, Ларис, я не могу. Нет, ну ладно, Нинка, она у нас полиция нравов. Ну ты чего? А я занята вечером. Да? И как же его зовут? Слушай, ну что ты начинаешь сразу? Так и знала. Тридцать лет ведешь себя, как старушенца. Еще нет тридцать. Будет через несколько дней. Вера, Вера. Ну что? Ну давай Леву позовем на твой день рождения. Ну он правда, он очень хороший. Ну хватит уже, девочки. Ну вы думаете, я сама не могу свою жизнь устроить? Вера, если бы ты могла, то тут бы сейчас целая толпа поклонников вертелась. А где они все? Я не вижу никого. Ау-у-у! А мне не нужна толпа, только один. Шатен, голубоглазый в синем костюме, с ямочками на щеках. Да. Да. Был вчера вечером такой в кафе, сидел за соседним столиком. Только ты с нами не пошла. Слушайте, а давайте Вере кого-нибудь найдем на сайте знакомств, а? Супер. Ну что, сейчас так полно людей знакомится. Что? Так. Что делаешь? У меня твою фотографию. Прекрати меня, не нужно никаких сайтов знакомств. Я сама могу познакомиться. Да я уже познакомилась. Да? Да. Ну и кто он там зовут? Какая разница? У человека имени нет. Павел. Павел. Голубоглазый шатен. Да, представь себе. А где вы познакомились? На улице. Ты, тихоня Вера. А кто в это поверит, а? Слушай, хочешь верь, хочешь не верь, мне совершенно все равно. Вера, Вера, ну, допустим, Павел существует. Да. И он тебе очень нравится. Да, нравится. Значит, неправильно будет, что свой день рождения ты будешь отмечать не с ним, а с друзьями. Он может обидеться. Точно. А если ты будешь его отмечать с ним, а не с друзьями, то друзья могут обидеться. Так что пригласи его. Пригласи его. Даша, осторожней. А, Зоя! Девочка, не ссорьтесь. Я губки крашу. А я... А я тональник. А я... И у тебя уже перебор с губами. Зоя, Зоя, дай, пожалуйста, телефон. А у тебя все лицо черное. Да, слушаю. Здравствуйте. Пошли, готов. А, уже готова? Хорошо. Результат пришлем на почту. Подождите, а зачем на почту? Девочки, потише, я из-за вас ничего не слышу. Зоя, Даша. А Сташек надо уважать. Девушка, зачем результат на почту? Вы можете так сказать. Так положено. Вам трудно всего одно слово, положительное или отрицательное. Результат положительный. Уверен. А ты пошел. 99 процентов. Ты у меня все конфеты съела. А это что, твои? Это вообще-то общий. И вообще... Майор. Майор, я его первое взяла. Майор. Остань, я его взяла. Я... О, вот, смотри. Вот это отлично просто. Лучше, только попробуй. Чего ты разнервничалась? Если я увижу, что Павел действительно существует, не буду я нигде размещать твои фотографии. Алло. Алло, мам, на папу шкаф упал. Какой шкаф? Дай мне папу. Не могу. Они шевелятся. Что случилось? Да говорю же, на папу шкаф упал. Не хотите на память? Девочки, мне домой срочно. Что случилось? Потом, потом, все, потом. Съешь конфетку, папочка. Папа, съешь конфетку. Ну, не молчи. Ну, скажи хотя бы... Съешь конфетку. Папа, все нормально. Что случилось у вас? Папа, съешь конфетку. Игорь, Игорь, что с тобой? Папочка, съешь конфетку. Скажи что ли. Игорь, ну где болит? Ну, не молчи! Он с нами тоже не разговаривает. Мы же его трясли, и даже водой брызгали. Конфетки давали, а он не хочет. А кто вам разрешил взять мою косметику? Ты сама забыла, что ли? Быстро маш умываться. Игорь, тебе вот тут больно? Оставь меня в покое, пожалуйста. Что? Я могу хотя бы немного побыть один в тишине. Мне надо подумать. А о чем подумать? О работе. У тебя выходной. И что, мне теперь мозги выключить? А ты куда? На работу. А ты куда? КОНЕЦ 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 Так, девушка, а у вас к нему какие вопросы? Никаких. Ну, то есть, есть вопросы, но это личный. Вы уверены, что он здесь работает? Нет. Глаза у него такие, знаете, светлые, а волосы русые. Павел зовут. Вот, фамилии не знаю. Павел. Павел. Да. Он такой высокий. И подбородок у него, знаете, такой мужественный. А он не женат, случайно, Павел? Талон не тренажный. Господи. Ой, я об этом не подумала. Хотя, он бы не стал знакомиться, он выглядит очень порядочным человеком. Да. Ну, вряд ли это наш сотрудник. Был бы у нас такой Павел, уж мы бы его охраняли. Значит, клиент. Может быть. Да не расстраивайся. Рано или поздно, он все равно придет. Синя на тебя пришибла. Что, простите? Ничего, это я так. Завидую. Мне бы так влюбиться. Спасибо за помощь. Пожалуйста. Вер! Ну как, сходила? Вер! Ничего, ярмарка хорошая была. Я не про ярмарку. Я видела, ты в банк ходила. Ну как? Вер! Да никак, не работает он там. И неизвестно, придет ли еще когда-нибудь. Жаль. Такой удобный случай был. Ведь сам в окошко стучал. И не исправишь теперь ничего. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего. Я просто беспокоюсь. А ты когда придешь? Не знаю. Шеф неожиданно на совещание вызвал. Садитесь есть без меня. Я... Я потом. Игорь, а что происходит? Ничего. Говорю же, на совещание вызвали. Ты плачешь? Нет, я... Просто не знаю, как быть. Дело в том, что... В чем? А у нас сегодня гости. Ты ничего не говорила? Вернее, одна гостья. Это сюрприз. Кто? Я ее знаю? Да. Вы очень давно знакомы. Так что приезжай скорее. Хорошо. Девчонки! Собирайтесь, вы сегодня ночуете у дяди Лёвы. Ура! Привет. Ну, хватит дуться. Давай помиримся до куста. Сегодня мама приходила. Кресло свое обратно принесла, да? Привет тебе передавала. Подходит ли вам этот человек? Мама. Слушай, а может сходим куда-нибудь? Поужинаем. Ну, ничего, сухометка дается. Если ты так переживаешь за мой желудок, то могла бы что-нибудь приготовить. А зачем? Твоя мама тут уже вон похозяйничала. Это котлеты из магазина. Я купил. Мама. Алло. Да. Кто? Да ладно. Не может быть, Калошин. Сколько лет, сколько зим. Да, да, с самого института. А чего ты здесь делаешь? Проездом? Да, совершенно ничего. Абсолютно тухлый вечер. Да не вопрос, приеду. Диктуй адрес. Сейчас запишу. Так. Угу. Все. Ну что, тогда до встречи. Буду безумно рада видеть. Пока. Вовка. И я. Привет. Вовка, тебя что, обижают? Не меня, а принца. О, это ты принц. Красивый. Да? Правда? Конечно. А все говорят, что урод. Да он мне правда. Настоящий принц. Он тебя защищает? Он всех любит. Это я его защищаю. Это всяких там. Ясно. Благородная душа, значит. Хороший. Ну все, давай. Пока. Пока. За что? А вы добрая. Пока. Пять макадамских орехов. Хотя написано, хватит одного. Ну ладно, на всякий случай. Так. Пучок базилика. Розмарин. Козьим молоком, выдавленное на рассвете. Будем надеяться, что так оно и есть. Тетя Вера, привет. Привет. А вы что так поздно гуляете? А мы не гуляем. Мы к тебе жить пришли. В смысле? Проходите, девочки. Давайте, девочка, что случилось? Рассказывай. Верочка, попроси, пожалуйста, что мы так внезапно. Люба дома не оказалась, а мне очень нужно. Тетя Вера, а ты что, пироги печатаешь? Ничего там, не трогайте, пожалуйста. А у тебя гости? Нет, нет, это я не пироги пеку, нет. А я уже подумала, что Павел не выдумка. Ты говори, что случилось? Верочка, выручай. Это всего на одну ночь. Девчонки тебя просто обожают. А нам с Игорем очень нужно побыть вдвоем. С ним что-то происходит. Вообще он у меня какой-то странный в последнее время. Санька, не трогай! Ничего там не ешь, ты его что? Верочка, спасибо! А где? Где орех Макадамский? Это она все съела. Зоя, я тебя прошу, выплюни. Я тебе очень прошу, Зоечка, выплюни. Ну, я тебе конфетку дам. Одну конфетку. Нет, две конфетки. Я тебе две конфетки дам. Я тебя очень прошу, Зоенька, ну, выплюни. Ну, мне очень нужно. Зоечка, если ты отдашь мне орешек, тетя Вера сделает волшебное зелье. Ну, пожалуйста, наплёй. Ну, хоть драмулечку. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Зоя! Вкусно. Тетя Вера, мы что, зелье готовить не будем? Без ореха никак. Ничего. Завтра новое купим. Нужно сегодня. Сегодня полнолуние. Оно же волшебное. Нужно все по рецепту делать. Зояка, мы тебе сейчас рот откроем, как у Зубнова, и сами досталим орех. Плюй сейчас же. Да. Тетя Вера, ну не расстраивайтесь вот так. Все будет хорошо. Следующая полнолуния обязательно все получится. Зоя, ты бяка. А? Уходишь? Угу. Ну, ты же отказался со мной идти? Пойду с подружкой. С какой? С Верой. Слушай, Калашина, а ты так и заменилась. Откуда вообще вот эти плечи взялись? Даже как будто ростом повыше 100. Да брось, тот же я. Слушай, может съедим что-нибудь? Я после 6-ти не ем. А можно меня повторить, пожалуйста? Конечно. Ну что, а ты с кем из наших видишься? Ну, да бывает. Ну, я как из Питера уехала, так все никак и не соберусь. Как ни Феодова пожелает. Ну, отлично. Развелись. Ой, прости, я не знала. Да брось, 100 лет назад было. Ну, почти сразу после универа. Да, все мы ошибаемся. Я вот тоже, наверное, ошиблась. Спасибо большое. Знаешь, что вспомнила? Как ты на первом курсе пытался меня поцеловать, а я тебе нравилась. Ну, ладно было. Я тогда отвернулась. Вся жизнь иначе высложилась. Лариса, у тебя что, с мужем проблемы не видят? Здравствуйте, а вы... Ничего себе! Я тебя не узнал. А вот чашки с недопитым кофе по всему дому забываешь? Носки под кровать запихиваешь? К маме жаловаться бедаешь? А у твоего мужа что, положительных качеств совсем нет? Ну, ты как бы почему-то за него замуж вышла? Полюбилась. За что? Не помню. Ну, так вспомни. Ну, ладно. Красивый у меня вообще-то. Так. Ну, добрый. Еще. Потом как-то все накопилось. Тут поспорили, там поругались. Спасибо огромное. Изменяет? Семья сошел. Деньги в дом приносит? Приносит. Ага. Навстречу с однокрупником отпустил без проблем? А я ему сказала, что я иду вместе с подошкой. Класс. А он тебе врет? Ну, просто попробуй. Ага. Так, что у нас получается? Красивый, добрый, не изменяет, зарабатывает, не врет и не ревнует. Ммм. А, мама, ты хотела бы, чтобы у тебя с будущим сыном были отношения, как у него со своей мамой? У тебя, послушайте, у меня не муж, а золото какое-то. Ну, ты сейчас сама это сказала? Да? Да. Ну, да. Да. Калышин, так здорово, что мы с тобой сегодня встретились. Ты знаешь, что ты такой хороший. Визитки себе такие сделаю. Хороший калошин. Я тебя познакомлю со своей подругой Верой. Она тоже очень хорошая, мы ей сейчас будем звонить. Так, не надо. Ч-ч-ч-ч, ты чего? А чего? Ты один, она одна. Ты хороший, она хорошая. И у тебя еще есть ямочки на щеках. Ей такие очень нравятся. Ты шатен, голубые глаза. Все сходится, понимаешь? Ларис, не надо никому набирать. Ну, потому что я уже встретил девушку, которая мне очень нравится. Ч-ч-ч. Угу. Ч-ч-ч. Сейчас я чуть-чуть просто отдохну и продолжу. Ларис, тебе плохо? Нет, мне очень хорошо. Ларис. Вы проводили девушку в номер, пока она еще идти может. Мне кажется, она уже не может. Лариса. На, у тебя пин-код какой. Живище. Все, дай руку. В большом красивом замке они сыграли свадьбу. И у короля и королевы родилась прекрасная маленькая девочка. Дядя Вер, а ты веришь в волшебников? Хотелось бы. Давай-ка спать. Алло, Ларис, ты чего так поздно? А, здравствуйте. Вера? Мы с вами не знакомы. Я одногруппник Ларисы Степновой. А что с ней такое? Да тут... Это я на самом деле виноват. Мы 10 лет не виделись, выпили. Но немножко. Я даже не понимаю, почему такая реакция. Но она прям... В общем, вы не могли бы приехать? Нет, вы что? Я не могу. Мне не с кем оставить идей. Понял. А не могли бы ее мужу позвонить и... объяснить все. Боюсь, если позвоню я, он не так поймет. А что я ему скажу? А тут еще штука такая. Лариса сказала ему, что встречается с подружкой. И я не знаю, как лучше поступить, чтобы хуже не сделать. Хорошо, я поняла. Я сделаю. Спасибо. Так ты веришь или нет? Чего? Волшебников. Конечно, верю. Ложись спать. Алло, Альберт. Извини, что поздно. Тут такое дело, понимаешь, мы с Ларисой немного выпили. Ну да. И она останется у меня ночевать. Хорошо. Пока. Так, вроде все. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Петка тебя защёлась. Да, ну, уходи. Да он ядовитый остался. А можно я в прилявке? Да, можно, но давай уже в номер, сейчас полежим. Ладно, я думаю. Ваффа, лежим, поспустим, все будет хорошо. Простите. Сейчас. Все-все-все, уже почти пришли, не засыпай. Да перестань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Виктория Беляева, следственный комитет. Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Да? Паранормальное происхождение преступника точно не рассматриваете? Не нравится мне это все. Ты меня не любишь, ты любишь свою жену. А я люблю свою работу. Вика, вот вы еще молодая. Много вы не понимаете. Думаете, что жизнь из одной работы состоит? У меня появился подозреваемый с железным мотивом. За такое запросто можно убить. За что? За измену. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дебы твои подписчики. Дебы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выспалась? Альберт? Доброе утро. Не буду мешать. Это... Это не... Это не то, что я подумал? Да. Нет. Да. Я нашел твою записку с адресом. Держи. Лариса! Доброе утро, Засоня. Привет. Ммм, завтрак. Для тебя. А почему только для меня? Ты что, не будешь? Не хочу. Вообще, как-то странно себя чувствую. Я тоже. Я уже забыл, как без детей хорошо носить. Что? Ну, в смысле, спокойно. Только ты да я. Как будто мы еще не женаты. И нет всех этих дурацких семейных проблем. А я, между прочим, по ним уже скучаю. И переживаю, как они там без меня. Да, я тоже волнуюсь. А? Ну, согласись, было круто. Давай повторим. А давай ты будешь завтракать. А я все-таки поеду за девчонками. Все, сказка закончилась. Не закончилась. Игорь, а ты хотел бы третьего ребенка? А почему ты спрашиваешь? Так просто меня подташнивает. Или тебе настолько хорошо без детей, что о третьем даже не заикаться? Ну, чего ты, Нина? Ну, что? У нас уже есть девочки. Пора подумать о сыне. Хотя забавно, если снова будет дочка. Забавно. У меня и так дочерей больше, чем я рассчитывал. Что? Да так, разговор назрел. Не могу больше молчать. Ты куда? Сейчас, сейчас. Иду, иду. О, боже мой. У тебя балерянка есть? На кухне. Что с вами? Ну, все прекрасно. Я к нему не вернусь. А можно я к тебе в ванную зайду? Да. Проходи. Налево, налево. Тетя Вера, а ты зелье варила? Ух ты. Господи. Класс. Получилось. А что получилось-то? Красиво. Тетя Вера нашла книгу волшебников. А в ней рецепт. Смотри. Ой, а рецепта нет. Ну, ну, ну. Я хочу встретить приезжую. Даша. Надеюсь, что так получится. Но вообще это для того, чтобы заново прожить один день. И исправить ошибки. Зоя. Что? Ты почему до сих пор в пижаме? А. Мам, а ты хочешь что-нибудь исправить? Да. Сегодняшнюю ночь. Очень жалею, что с вами вчера не осталось. Давай собирайся. Подожди, они не позавтракали. У дяди Лёва позавтракали. А что с Игорем? Я все-таки не понимаю. Ну, почему ты не хочешь выяснить, что он имел в виду? А что тут выяснять? Теперь как раз все понятно, почему он такой странный был в последнее время. Я не заметила, что он странный. На работе задерживается. А раньше он летел ко мне. Не тянет его домой вверх. Мне вчера, чтобы его заманить, пришлось целый спектакль разыгрывать. Ну, все равно нельзя так рубить с плеча. Ну, поговори с ним. Ну, хочешь, детей у меня оставь еще на один день. Нет. После таких слов я видеть его не хочу. Девчонки! Ну, готовы? Да. Пока-пока. Пока, дядя Ира. Пока. Спасибо, Ира. Пока. Пока. Давайте. Как собаку зовут? Принц. Вот тебе и принц. Что в этом такого? У него душа благородная. Не обращай внимания. Мы вообще не над этим смеемся. А пес у тебя просто замечательный. Ты бы его хотя бы расчесал. Украсил бы как-то. Ну, пока. Ну, пока. Даша! Лариса, ну ты как тут? Ужас, да? Лицо так опухло. Даже холодная вода не помогает. Мне вчера звонил твой однокурсник. Ты что, напилась? Если бы только это. И Альберту изменила. Домой надо вернуться, а я не могу. Почему? Как я ему в глаза смотреть буду? Вера, может быть, ты со мной поедешь, а? Пожалуйста. Сейчас переоденусь. А я даже не помню, как там оказалась. Ну, может быть, ничего и не было. Вера, я проснулась в чужой постели без платья. А по голосу твой однокурсник очень приятный и заботливый человек. Самое ужасное я поняла. Я так люблю его. Кого? Андрюшу. Он у меня самый лучший. Самый родной. Он меня ни за что не простит. Я такая дура. Даша, выпей. Это что, такое успокоительное? Пей. Молодец. Это рецепт одного алхимика. Теперь нужно высотать антураж того дня, в котором ты совершила ошибку, прожить его заново и все исправить. А что, этот день заново начнется? Ты прикалываешься? Ну, вот сейчас все проверим. Спасибо. Утешила. Еще раз пережить вчера, да лучше сразу умереть. Хорошо, что это невозможно. Ну, можно не вчера, можно раньше. Когда вы первый раз поссорились? Что? Ну, первый раз. Фу. Первый раз поссорились. Мар, смотри. Игорь из женщины какой-то. И Игорь тебе даже. Ну, почему вы у тебя такие несчастные, а? Лева, почему такой бардак, а? Ну, ты же совсем за нос. Угу. В общем, мы пока поживем у тебя. Надеюсь, ты-то хоть не против детей. Угу. Девчонки, руки помыли? Ура. Ну, где вы тут? Бегом в комнату. Шляпу снимай давай. Сейчас обедать будем. Лева, ты что делаешь? Зачем ты мне это подсунула? Ты вообще слышишь, я с тобой разговариваю. Что я только что говорила? Ты все время что-то говоришь. Про детей, Лева. А что, с детьми заболели? Кто? Дашка. Э, Нина, 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 что ты делаешь, Нина? Я спасаю твою жизнь. Не вот эту вот, а реальную. Ну, это и есть моя настоящая жизнь. Да какая она настоящая? Да посмотри на себя-то, на человека уже не похожа. Похожа, только на несчастного. Отлично, Лева, я тебя сейчас вылечу. Нина, ну, компьютер здесь ни при чем. Это все из-за девушки. Из-за какой девушки? Леву. Давай, я тебе покажу. Давай. Ее зовут Аня. Она живет в Питере. Мы познакомились в чате, у нас отношения уже год. Вот смотри, моя Аня. Ну, она симпатичная. Лева, а когда ты в Питер ездил? Да не ездила я никуда. Это не важно. Просто мы родственные души. У нас много общего. То есть вы вживую ни разу не виделись? Нет, только на фото. Я влюбился, Нина. И когда свадьба? Или она тоже будет виртуальная? Никакое не будет. Она меня бросила. Последний месяц мы вообще болтали по полночи. Только я никогда не включал видеосвязь. Я понимаю. А потом решился и послал ей свое фото. Вот. Ну, ты здесь очень милый. Да? Да. Аня пропала. Увидела, какой я урод, и все. Ну. На звонки не отвечают, чат не выходит. Но я подумал, что если это любовь, ну, зачем обманывать? Какой есть? Ну, какой же ты урод? Обыкновенный, жирный, глупый. Нужно было послать эту фотошопленную картинку, а потом бежать в спортзал и худеть. Лёва, давай мы сейчас закрываем компьютер и не будем себя мучить. Да, а вдруг, вдруг она проявится? Я ищу ее на сайтах, которые ее интересуют. Но пока нигде нет. Здесь нет. Здесь тоже нет. Нигде нет. Ты что, плачешь? Лёва. Да в глаз что-то попало. Ну, Лёва. Думаешь, это поможет? Ты помериться хочешь или нет? Хочу. Тогда делай. Пусть видит, на что ты идешь, ради того, чтобы быть с ним. Господи, поверить не могу. У меня будет белый холодильник, как у всех. Разве это плохо? Андричина мама постоянно твердит. Нужно, чтобы все было, как у всех нормальных людей. У него пунктик на этом. Ну, если я не хочу быть, как все. Я отдельная, особенная. Ты что, все это ей назло, что ли, сделала? Я думала, у тебя творчество такое. А ты была творчество. Просто я с чувством протеста. Ну, надеюсь, мусорных пакетов нас хватит. Ты знаешь, здесь так было, когда мы только-только сюда въехали. Я помню, я стояла именно на этом месте и думала, а хорошо бы шторы в цветочек. Да, Регина Семеновна потом сказала, что цветочек, как у всех. Такое странное чувство, как будто я на пять лет назад вернулась. Да? Угу. А платье какое у тебя тогда было, помнишь? Прикинь, я была именно в этом комбезе. Ну, только он тогда новый был. А что? Получается, мы с тобой вернули тот день, когда у вас все еще хорошо было? Ну, если бы это был тот самый день, сейчас бы сюда пришел Альберт. Это Альберт. Или его мама. Нет, это точно, Альберт. Мы с тобой случайно вернули тот самый день. Если это тот самый день, то Альберт придет с цветами. Но это невозможно после всего того, что случилось. Все, я пошла. Меня в тот день с вами не было. Привет, Альберт. Привет, Вера. Пока, Альберт. Пока, Вера. А о чем это она? Андрюша, прости меня. За что? Так, по-моему, я сейчас хожу с ума. То есть, ничего еще не случилось? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты букет-то возьмешь, это же тебе. Альберт. Вера нас вернула в прошлое. Заходи, посмотри. Ого. Ну, да, действительно. Ты когда рванул из гостиницы, я все что угодно мог предположить, только не то, что ты займешься уборкой. Из гостиницы? А что такое? Да нет, я просто на минуту поверила в то, что все это приснилось. Но это не так. Андрей, что будем делать? А надо что-то делать. Да, я действительно сначала хотел убить тебя, потом хотел убить его, но в конце концов, все же смешно вышло. Смешно? Извините, мне нужно кое-что узнать. Я зовут, обождите, пожалуйста. Я человек ищу. Он живет здесь, его номер на третьем этаже. Мужчина высокий, шатен, синий костюм. Вот этот? Что ты с ней сделала? Что? Господи боже мой, лучше бы ты меня избил, это же я во всем виновата. Я промахнулся. Ну, что ты с ней сделала? Что? Все, 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 все. Спокойно. Спокойно, спокойно. Ты можешь лориться. А, да? Отпусти меня. Все нормально. Это мой старый приятель. Мы так часто делаем. Да успокойся ты. Я тебя на счет три отпускаю, а ты не дербишься, ладно? Раз, два, три. Просто шутка такая. Потом мы сидели с ним в баре, он рассказывал о том, как вы весь вечер говорили обо мне, какой я хороший, как ты меня любишь. Это правда? Конечно же, правда. Я тебя так сильно люблю. Андрюш, не бросай меня, пожалуйста. Слушай, заканчивай уже со своими смузями. Ты очень сильно похудела и пьянеешь быстро. Ты правда ничего не помнишь? Я помню то, что проснулась без платья. Это я тебя раздел. Ну, чтобы ты отдохнула. Я поднялся в номер, раздел тебя, а потом обратно вернулся в бар. То есть, ничего-ничего не было? Иди-ка. 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 Анастасия. Будете? Да что ж такое? Здравствуй, Наташа. Передай это, пожалуйста, моей дочери. Это не твоя дочь. Оставь мою семью в покое. Это тебе. Что это? Тест на отцовство. Тогда в ресторане Полина обронила резинку, на ней было несколько волосков. 209 процентов, Наташа. Уходи. Игорь. А ты что здесь делаешь? Наверное, смотрю, как ты даришь подарки любовнице. Я ничего у него не возьму. Я никуда не уйду, пока мы с тобой не договоримся. Игорь, у тебя совесть есть? Ты что, прямо при мне собираешься договариваться? Тебя сюда никто не звал. Столько ника, пожалуйста. Ты не имеешь права меня выгонять. Я клиент, я плачу деньги. Я вызову сменщика, а ты можешь сидеть здесь, пока не лопнешь. Я не отстану, Наташа. Игорь, ты пока еще женат. У вас же дети. У нас с ней тоже дети. Что? Во что, это давно? Как вам не стыдно? Все, я вызываю охрану. Вы достали! Мы встречались с Наташей. Два года. Пожениться собирались. Дата свадьбы была уже назначена. А потом? Потом вы поссорились? Нет. Потом я встретил Нину. Причем, как ни странно, вот прямо здесь, на этом самом месте, возле этого отеля. И мне снесло крышу. Простите, пожалуйста. Как вас зовут? Нина. А меня? Игорь! Все, я договорилась, весь зал в нашем распоряжении. А это твоя знакомая? Это Нина. Наташа, очень приятно. Вы приглашены на свадьбу. На свадьбу? Наташ, подожди мне, пожалуйста, в машине. Я сейчас. Да, ну, счастливо. А вы жених? Нет, что вы, это... Это моя сестра. Даня. Ты что, бросил Наташу накануне свадьбы? Бедная, как она это пережила. Она не пережила. Она обиделась. Причем настолько, что даже не сказала, что беременна. И до сих пор мстит, не разрешая видеться с дочерью. Послушай, ну можно все это было объяснить каким-то образом мнение? Через столько лет признаться, что я обмерзавец, я попытался. Только хуже сделал, она теперь тоже со мной видеться не хочет. Даже трубку не берет. Все еще можно исправить. На, выпей. Что это? Ну, это волшебное зелье. Ты его выпьешь, и все сразу наладится. Если бы все было так просто. Ну, Ларисе уже помогло. Не веришь? Ну вот чего ты хочешь больше всего? Честно, я хочу провести вечер с детьми. С моими тремя детьми. Да. Алло, Нин, ты только не пугайся. Что еще случилось? Я встретила Игоря. И что, он просил мне позвонить? Нет, ему очень плохо. Если сейчас не отпустят, то я вызову скорую. Что с ним? Сердце. Если ты его больше не любишь, то на мои звонки теперь можешь не отвечать. Потому что я теперь буду разговаривать с тобой только об Игоре. Где он сейчас? Осенний бульвар, 18. Мне хорошо. О чем думаешь? Я думаю, что нам нужно завести ребенка. Что? Уже все нормальные люди в нашем возрасте имеют детей. Нормальные люди? Это мама-то рассказала, да? Ну, она же переживает. Ну, правда, все нормальные люди уже все... Нормальные, нормальные, нормальные. Господи, как я ненавижу это слово. Понимаешь, я не собираюсь соответствовать обывательским стандартам твоей мамы. Они, между прочим, не такие плохие. Холодильник ты, в конце концов, отмыла? Я прямо сейчас пойду обратно его зарисую. Тогда я заведу щенка. Какого щенка? Вот такого мастифа. И спать он у меня будет здесь, в постели. Ты ненормальный? А почему тебе можно быть сумасшедшей, а мне нет? Да твоя мама не разрешит тебе завести собаку. Моя мама? Да моя мама сама мне щенка купит. Потому что мама мне все разрешает, она меня любит. А я, значит, нет, да? И считай, что я с тобой как раз несчастен. Что? Да я вас с этим щенком на порог не пущу. Ты понял меня? Понял. В таком случае я больше не вернусь. Не в этот раз. С меня хватит. Игорь! Эй, если все получится, можешь завтра не приходить ко мне на день рождения. Я не обижусь. Главное, все как в первый раз. А тебе расскажи правду. Привет. А где, скорая уже уехала? Да. Игорь, родной мой, что с тобой? Все в порядке. Ну, почти все в порядке. Вы опять? Вы его до сих пор любите. То, что он сделал, это ужасно. Я представить даже не могу, как можно жить после такого предательства. Пожалуйста, оставьте меня в покое. А Игорь говорил вам, что у него есть две дочки. Даша и Зоя. Он вообще очень любит детей. Да что вы. Если бы вы сказали ему тогда, что беременны, он бы остался с вами. Нет, спасибо. Жизнь уже как-то сложилась без этого счастья. Представьте, что это волшебное зелье. Выпив его, вы вернетесь на 10 лет назад. И в той ситуации поступите по-другому, все исправите. Вы чего от меня добиваетесь? У вашей дочки есть две сестры. Есть Игорь, который готов заботиться о ней и любить ее. Конечно, вы оскорблены, но этой обиде уже 10 лет. Зачем сейчас лишать ребенка отца? Вы уже наказали Игоря, но и свою дочь тоже наказали. Не пошла бы ты отсюда? Постойте! Да стойте! Ну подождите же. Зелье свое волшебное забыли. О, спасибо. Да что ж такое? Похоже на дежавю. Не хочу я на 10 лет назад. Там точно поссоримся. Уж лучше здесь будем решать. Привет. Здравствуйте. Наталья, познакомься, это Нина. Очень приятно. Мне тоже. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так, чтобы все было, как в тот день, надо витрину сейчас разобрать, а вечером собрать заново. Стой! Стой! А ну, стой! Держите! Куда пошел? А ну, держи его, гадёшь! Стоять! Держи его! Значит, ты точно все подготавил. Еще вчера. Стой! Держи его! Стой! Ну, что, попался! Воми! Ах ты, грязь! Проверяйте! Все пропало! Документы на месте! Все пропало! Много денег-то было? Все пропало! Все пропало? Все пропало! Все пропало! Все пропало! Привет, Нина. Привет. Слушай, мне столько всего тебе надо рассказать, но сейчас не об этом. Вы помирились с Натальей? Увидимся, я тебе расскажу. Кстати, мы где встречаемся? Сразу в ресторане? В каком ресторане? У тебя день рождения. Ты что, забыла? Алло. Алло, ты где? Я... я здесь. А что у тебя с голосом? Ты что, плачешь? Нет, я просто... это... Ты где? Я в магазине. Плачешь в магазине? Да почему я плачу? Я платье примеряю. Отлично. Давай, сфоткай его и пришли мне. А я скажу, идет оно тебе или нет. Ой, мне сейчас неудобно. А вечером сама все в ресторане увидишь, хорошо? Вер, Вер, а Павел придет? Павел, твой таинственный, голубоглазый шатен, в синем костюме, с ямочками на щеках. Вера, ждем, не дождемся. Ой, а он там сейчас не слышит меня? Нет. Он тебя не слышит. Ну, слава Богу. Не слышит, не видит, а не существует. Что? Нина, господи, я все придумала. Всю нашу встречу. Он даже не знает, как меня зовут. А я видела его всего один раз. На улице. Господи. Если бы я могла вернуть все назад. Ладно, прости. Прости, пожалуйста, все. Давай позже созвонимся, хорошо? Вер, подожди. Вера, а твое зелье? А ты же в это не веришь. Да я уже во что угодно готова поверить, лишь бы у тебя все было хорошо. Вер. Нет у зелья, разбилась. Трубку положено. Плачет. Я слышала. Это я. Девчонки, собирайтесь, мы домой едем. Дядя Лёва, выпейте скорее, пока мама не увидела. Что вы делаете? Мамочка, не мешай, мы поим дядю Лёву волшебным зельем. Что? Вы где его взяли? Лёва, 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 не пей. Даша у тети Веры немножко украла. Как вам не стыдно? А тетя Лёва несчастный. Ему нужно помочь. Давай, Сюрна. А что такое? Почему нельзя? Вкусный сироп. Тебе уже хватит. Попробуй уже только не быть счастливым. А вы обе домой. А ты скажи, что тетя Вере, она будет ругаться. Она будет тебя благодарить. Как так? Так. Пойдем по дороге объясню, нас уже папа ждет. А это что такое? Это запасной вариант. Пойдем. Лёвочка, пока. 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 Ну что ж, было приятно сотрудничать, Павел Алексеевич. Взаимно. Когда домой? Сегодня? Возможно, придется задержаться, если еще дело в городе. Счастливо. Всего доброго. Гоша, здесь в банк. Ну и правильно, Павел Алексеевич. Не откладывайте. Сходите сейчас. Библиотека открыта. Павел Алексеевич. Ты что тут делаешь? Да вот, хочу тебе домой отвезти. Спасибо тебе. Что такое? Давай, садись по дороге и все объясню. Меня Нина послала. Вот, Нина велела тебе отвезти. Это же? Твой волшебный сироп. Дашка его сначала в пузырек из-под лекарства немного стырила, а Нина уже потом специально для тебя перелила в красивый флакон. Ты не сердишься? Нина ничего не знала, это все девчонки. Решили осчастливить человечество. Не все, конечно, а в лице дяди Лева. Спасибо. Алло. Вера злится? Вера улыбается. Отлично. Скажи ей, пожалуйста. Подожди. Говори. Если с Павлом не получится, всегда есть запасной вариант Лева. Он, конечно, не принц, но... Она тебя не слушает. Как не слушает? Ладно, Нина, давай целую пока. Да, Нина. Лева, слушай, я у тебя подарок для Веры забыла. Можешь привезти его в ресторан? Ты нарочно это, да? Ну, я просто забыла случайно. Хорошо? Хорошо. Ты сейчас на кухне? Да. Поверни голову в прихожую. Там на крючке висит бумажный подарочный пакет. Видишь? Иди и возьми его. К нему прикреплена карточка. На ней адрес написан. Вот туда и езжай. Точно, специально. Аня. Анечка, я... Я... Я перезвоню. Аня? Привет. Привет. Ты куда пропала? Ты можешь включить видеосвязь? Ты только не пугайся, ладно? Да ты не пугайся. На том фото, что я тебе послал, я такой... Ты симпатичный. Я? Ну да. Или это фотография, это фотошоп? Нет, это я. Ты можешь включить видеосвязь? Хорошо, включай. Смотри. Привет. 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 Аня, ты что, в больнице? Ну да. Аня, что случилось, Санечка? Аппендицит. Меня на скорость забрали. Почему ты не позвонила? Ну потому что все так быстро произошло, я даже телефон забыла взять. Не до этого было. Вот. А теперь вот друзья планшет принесли. Ага. Ты как? Болит? Болит. Знаешь, я ведь купила билет в Москву. Хотела сюрприз. Ты билет купила? Угу. Аня, я к тебе приеду. Лёва, куда ты ешь? Подожди. Так, жди. Я приеду. Ко мне? Лёва, подожди, у меня живот болит. Где моя одежда? Подожди. Где мой паспорт? Какой паспорт? Лёва, а если вдруг билетов не будет? Да блин. К зайцам приеду. Каким зайцам? Лёва, подожди, мне больно смеяться. А что в этом смешного? Лёва, ну просто ты очень большой зайц. Лёва. Да, так, всё, я сейчас на вокзал. Лёва, подожди. Если ты серьёзно, у меня сегодня знакомый едет из Москвы в Питер на машине. Позвони ему, вдруг он ещё не уехал. Что за знакомый? С работы. Слушай, я тебе его сейчас номер скину. Подожди секунду. Давай. Вот, лови. Да. Угу. Ты позвони ему, ладно? Я позвоню. Лёва, знаешь, если ты приедешь, это будет чудо. Вовка, что случилось? Что с тобой? Тебя кто-то обидел? Что такое? Принц умирает. О, Господи, как? Так, а почему? Я за подъездом следил. Девочку она караулил. Она отсюда ходит, Даша. А за принцем совсем не следил. Он там в траве нашёл что-то и слопал. Отраву, наверное. Ну, а где он сейчас? В больницу мама отвезла. Ну, не волнуйся, всё будет хорошо. Врачи ему помогут, слышишь? Нет, врачи говорят, надежды мало. Если бы я всё мог бы вернуть, я бы глаз с него не спускал. Вовка, послушай меня. Я тебе дам волшебное зелье. Ты его выпьешь, и этот несчастный день начнётся заново. И ты сможешь исправить свою ошибку. Ты снова пойдёшь с принцем гулять. Но на этот раз ты будешь следить за ним очень внимательно. И не дашь ему съесть никакой отравы. Здесь совсем немного, но этого хватит. Чётя, а вы в это верите? Конечно, верю. А вы волшебница? Ещё нет, только учусь одного чародина. Он уже многим помог. Спасибо. Слышишь, Вовка, только обязательно прямо сейчас его выпей. Алло, Лёва, ты где? Подарок, Вере, не забудь. Нин, прости, я уехал. Как уехал? Куда? В Питер. Аня нашлась. Ну ты даёшь. Кто куда уехал? Ты понимаешь, она нашлась. Не обижайся, пожалуйста. Я поняла, Лёв. Я поняла, я не обижаюсь. Всё, 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 давай, счастливо. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что согласились подвезти. Да не стоит. Лёва не будет. А где Альберт? Представляешь, мы завели щенка. Ему ещё нельзя дома одному оставаться, и вот Альберт с ним сидит. А где Вера? А Вера опаздывает. Она на телефон не отвечает. Ну это как обычно. А давай шампунского. Давай. Молодой человек. Вы давно знаете Аню? Ну года три, наверное, уже. А вы кто? Жених. Что? Простите, я просто не знал, что она замуж выходит. Она тоже не знает. Я ещё предложение не сделал. Ну, не знаете, в Питере есть круглосуточное, ювелирное, а то мы поздно приедем. Кажется, нет. Жаль. Она меня и так ждёт, но с кольцом было бы эффектнее. Почему вы улыбаетесь? Да завидую. Ну, по-доброму, конечно. Вас ждут. Меня никто нигде не ждёт. Ни с кольцом, ни без. Ой, смотрите, лось. Пацаны! Да, что за? Простите, это я виноват. Я вас отвлёк. А вы меня простите, а я вас подвёл. А не расстроиться. Не волнуйтесь, никто не расстроится. Мне придётся вернуться, а вас в Питере ждут. А как же... Да ерунда. Воу, шеф, тормози! Чудес не бывает. Мне 30 лет. Пора начинать жизнь с чистого листа, без волшебства. Сдам на права дочу немецкий. Зарегистрируюсь на сайте знакомств. Хватит мечтать. Извините за вторжение. Я соседка. Мама Вовки. Это вам. Вы любите свежней? Ой, спасибо. Неожиданно. А у вас что, день рождения? Да, только на стол собираюсь. Сейчас гости должны подойти. Да, конечно. Не буду задерживать. Спасибо, что Вовку утешили. Он так плакал. Другой бы мимо прошёл. Но вы... Нам очень повезло с соседкой. Как принц? Надеемся на чудо. Ладно, я пойду, не буду мешать. Вы такой чуткий, неравнодушный человек. С днём рождения вас. До свидания. До свидания. До свидания. Вечи с машины заберите. Да. Еду! Аня, я еду к тебе. Я уже в Тверской области. Алло. Здравствуйте. Вы сумку в машине забыли? Да. Точно, забыл. Так, может, ваш брат с ником завезти? Я всё равно возвращаюсь. У меня знакомые сейчас в ресторане. День рождения отмечают. Какой ресторан? А я вам адрес сейчас скину. Спасибо. Привет. Знакомься. Это твои сёстры. Привет. Я Даша. Я Зоя. А я Полина. А ты в шахматы играть смеешь? Нет. Мы тебя научим. Девочки, подождите меня у подъезда, пожалуйста. Пойдём. Спасибо тебе большое, Наташа. Завтра часов двенадцать заберу. Удобно? Удобно. Здравствуйте. Мне нужен столик Веры Кудесиной. Пойдёмте, я вас провожу. Вер, давай за тебя. Оставайся такой же красивой, счастливой. Ещё давайте за любовь. Ура. Спасибо, девочки. Обалдеть. А ты тут как оказалась? Привет. Вы к нам? Нет, девочки, это ко мне. А вы что, знакомы? Здравствуйте, Павел. Павел. Да. Простите, я вас не хотел тогда напугать. Правду. Сработало. Что? Это Павел. Павел? Павел. Верочка, а у тебя осталось ещё зелье? Что? А у тебя какая книга любимая? Жюль Верн. Двадцать и шли не под водой. Серьёзно? Да. У меня тоже. Волушка! Тётя волшебница! Да. Пинц, ты живой? Да. Спасибо за зелье. Я ему дал, и ему сразу лучше стало. Надо было самому выпить и загадать желание. Да какая разница уже? Главное, что сработало всё. А мама говорит, что надо верить в чудеса. А где твоя мама? А вон там. Ну, беги к ней. Идём. Ай! 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 Всё начинается с запрещённой музыки. Сборище вечеринки, наркотики и расклинья малолетних. Подсудимые обвинения вам понятны? Обвинения мне понятны, гражданин судья. Но я не виновен. Нужно будет всё аккуратненько сделать, соблюсти все формальности. Главное, чтобы никакого шанса на апелляцию. В этом ты у меня мастер. Если мы ошибёмся, то маньяк будет на свободе. А можем расстрелять невиновного. Вот ты выбирай. Принимайте решение. Я на вас не давлю. Свою точку зрения я не навязываю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok